Знаменитая Третьяковская галерея не соответствует так называемым российским традиционным ценностям, вернее полотна и скульптуры русских художников, которые представлены в музее. Донос на шедевры искусства якобы написал один из недовольных посетителей Третьяковки. Это залы всемирно известной Московской Третьяковской галереи. Ее называют одним из крупнейших храмов русской живописи, графики и скульптуры. Собрание музея сегодня насчитывает более 190 тысяч произведений. Среди самых известных экспонатов Третьяковки – Радуга Айвазовского, Демон, сидящий в Рубеля, Аленушка Воснецова, Апофеоз войны Верещагина и много-много других полотен и скульптур. Экспозиция музея не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям. На взалах представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии. Шадрин пишет, что от знакомства с экспонатами он испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Копия жалобы на музей, написанная неким Сергеем Шадриным, оказалась в распоряжении российского интернет-издания «Земовскую таймс». В искусстве второй половины XX века есть сцены многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов, запойного алкоголизма и волюнтаристские интерпретации образов, отечественных правителей и деятелей культуры, пишет якобы недовольный посетитель выставки. Жалобу так называемый ценитель искусства отправил в Минкультуры России, а министерство, в свою очередь, потребовало у Третьяковской галереи отчет по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок Государственной Третьяковской галереи в соответствии с духовно-нравственными ценностями. Надеюсь, они догадались написать, что картина Верещагина «Апофеоз войны» находится в постоянной экспозиции. Вот это формулировочка. Под нее можно любой экспонат Третьяковки подвести. Но и времена настали. За картину обнаженной можно будет привлечь. Картины закрасят, скульптуры оденут. Нашисты уже не знают, где и как применить свою шизофрению. Интересно, что в России не так давно, в ноябре прошлого года, уточнили, что же подразумевается под словосочетанием «российские традиционные ценности». В соответствующем указе президента Путина написано. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Угрозу традиционным ценностям представляет деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств. Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, якобы письмом из народа, которому дается официальный ход. Так в музее прокомментировали ситуацию. Превратить так называемые безнравственные экспонаты в нравственные, а читаться перед Минкультом России, третьяковка должна уже к 6 февраля этого года. Продолжение следует...